В сербском языке есть такая интересная конструкция, которая называется Да плюс настоящее время, Да плюс презент или аналитический инфинитив. Дело в том, что инфинитив или неопределенная форма глагола часто заменяется на конструкцию Да плюс презент. Как это выглядит? В русском языке у нас есть такие предложения. Я люблю читать, ты любишь читать, он любит читать и так далее. Если мы посмотрим, то спрягается первый глагол люблю, модальный глагол спрягается. Второй глагол смысловой читать остается в той же форме, в неопределенной форме или в инфинитиве. Он не спрягается, по нему нельзя определить лицо и число. В сербском языке несколько иначе. Я люблю читать. Чтобы так сказать, нам нужно проспрягать оба глагола и между ними поставить частицу Да. Эта частица сама по себе ничего не будет значить, она просто будет скреплять эти два глагола. Волим да читам. Волим стоит в форме первого лица единственного числа и читам тоже. И как видите, у них появляются личные окончания. Не только у люблю, но и у читать. То есть можно перевести как люблю, читаю. Как-то так. Но на самом деле это переводится я люблю читать. Так же будет происходить по всем остальным лицам. Ты любишь читать. Волишь да читашь. Он любит читать. Воли да чита. Мы любим читать. Волимо да читамо. Вы любите читать. Волите да читате. Они любят читать. Воле да читаю. Ну а теперь предлагаю вам задание. Здесь даны фразы на русском языке. Вам нужно их проспрягать по всем лицам, как мы делали на предыдущем слайде. Каждая из этих фраз на сербском языке, конечно же. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и заходите на сайт. Все ссылки под эти видео на YouTube.